Всем привет ребята и сегодня я покажу вам как установить новый мод GTA 5 RP Мод на дрифт. Это мод, который позволит вам дрифтить даже на гелике или на любом другом транспорте Также кто не посмотрел мое предыдущее видео по установке хандлинг контроллера в GTA 5 RP Мода, который добавляет скорость, тоже можете себе его посмотреть, ссылку на него я оставлю в описании Ну и не забывайте подписываться, кто еще не подписан на канал, чтобы не пропустить другие моды для GTA 5 RP Сегодня я покажу вам как установить этот дрифт мод, а также как им воспользоваться А также по пути отвечу на некоторые ваши вопросы, которые у вас возникли по пути установки предыдущего мода Хандлинг контроллера, мода на скорость Ну и для начала давайте перейдем к установке, покажу вам как он работает и как им пользоваться Этот мод будет работать у вас как в сюжетке, так и в онлайне, так и в GTA 5 RP Давайте его установим, загрузим с этого сайта, скачивать отсюда абсолютно безопасно Я сейчас пользуюсь антивирусником, то есть у меня аваст, а также лицензионный защитник Windows То есть вы можете посмотреть сами, что это не вирус никакой, то есть я его при вас распаковываю и устанавливаю Открываю дрифт мод и у нас есть здесь экзешник, дрифт экзе, просто я его себе распакую Если бы это был какой-то вирус, у меня бы антивирусник уже его удалил и защитник Windows Но это ребята не вирус, поэтому скачивать его безопасно, это очередной ответ на ваши вопросы, которые были в предыдущих моих видео Ну и после этого вы можете себе его запустить вот так, и здесь у нас есть поддержка Social Club, Steam Epic Games и версии 1.54 это последняя версия, а 22.45, ну и предыдущие более старые версии Если у вас он по какой-то причине не запускается, или же он просто у вас вылетает вместе с Ridge MP Тогда просто обновите библиотеки Net Framework 4.8 последней версии на данный момент, а также установите себе Visual C++ Из-за этого оно у вас может не работать 15, 19 и 17 года это последние версии Не забывайте, что устанавливать надо для своей операционной системы Это по поводу работоспособности этого мода Так же само он запускается и в сюжетке, и в принципе здесь нажимаете Epic Games, допустим И у вас здесь есть Drift Mode, Willi Mode, это дополнение делать Willi И 4x4 Mode, чтобы добавить привод вашего автомобиля Запускайте как обычно Ridge MP Лично я не играю на этих всех серверах, GTA 5, RP, вот эти вот все донатные помойки Я играю на нормальном сервере, это Nexus RP Его вы можете найти в видеопоиске в строке Здесь можно отлично поиграть с друзьями Поэтому советую вам на него зайти, а также вводите мой промокод при иллюстрации на данном сервере И вы получите бонусы на старте Но чтобы вы не говорили, что этот мод работает как бы только на Nexus RP Я проверю его на одном из серверов GTA 5, RP Итак ребята, запустился сервер Ridge MP, один из серверов GTA 5, RP Название я его закрыл, потому что я не хочу рекламировать это говно Ну и теперь покажу вам как работает этот мод Покажу я на примере реальных машин, потому что если оно работает на реальных, оно будет работать и на GTA Но к GTA мы еще вернемся, то есть покажу потом и на такси Давайте зайдем в этот автосалон и возьмем себе какой-нибудь автомобиль и протестируем его Давайте возьмем себе допустим тот же Гелендваген Потому что ну как бы подрифтить на Гелик Гелик здесь по-моему полноприводный Давайте выберем себе какой-нибудь цвет такой и возьмем его на тест драйв Сейчас мод не работает, то есть вот так вот едет этот Гелик Как активировать этот мод? Я специально не закрывал чат, потому что чтобы вы увидели, что там нет никаких там банов из-за этого и так дальше Переключайтесь в оконном режиме на сам этот мод, то есть где вы его распаковали Дрифт мод этот, тот же экзешник И запускайте этот экзе дрифт, вот он Нужно потом выбрать свою версию, с какой вы запустили этот сервер Я же запустился на рейдже с помощью эпика, поэтому нажимаю окей Также ребята, перед этим хочу вам сказать, что ответственности есть и вас забанят здесь Я не несу и показываю то, что работает на данный момент Что будет завтра, это известно только самим разработчикам данных проектов Возможно завтра из-за них начнут банить, я не знаю, но он на данный момент работает Поэтому я решил вам показать то, что работает Ну и здесь можете себе включать дрифт мод, вилли мод и 4х4 мод 4х4 мод это мод, который добавляет привод Здесь вы можете себе поставить передний привод, вот так вот задний привод Или же поставить средний привод, то есть полный привод Здесь так же само там настроить массу и так дальше Тормоза, брейк форс, вилли мод, ну и потом если вы хотите просто 4х4 мод Нажимайте на этот экран, то есть и просто нажимайте F5 на клавиатуре Нажали F5, немножко подождали, мод запустится сразу же То есть буквально через несколько секунд И теперь у нас полноприводный автомобиль, но он и так как бы был полноприводный То есть видите, вот он полный привод там Давайте поставим себе задний привод Деактивируйте этот мод клавишей F5 и переключайтесь на этот мод Вы не сможете переключиться на него, пока он не деактивируется Деактивировался и переключились Давайте поставим себе передний привод, вот так вот И активируем этот мод клавишей F5 Так, давайте посмотрим Сейчас пока что еще задний привод Ждем пока он активируется у нас Я ошибся, потому что я поставил наоборот задний привод Это задний привод, потому что смотрите, переднее колесо уже не ведущее Давайте я вот так вот сделаю, чтобы вам было видно Продемонстрировать тропуту этого мода Видите, переднее колесо уже не крутится Я сделал это задний приводный автомобиль Деактивируем мод этот и включаем теперь передний привод Это я показываю вам, как работает 4х4 Позже к дрифт моду мы еще дойдем Я просто ошибся, то есть rare это задний привод Front это передний, так что давайте включим себе передний привод Вот так, активируем этот мод на клавишу F5 В чате вы можете наблюдать, что ничего такого не происходит с нашим аккаунтом Никто нас здесь не банит Ждем пару секунд и ребята смотрите, у нас уже передний привод То есть задний привод у нас уже не работает Только передний работает Ну и вот так работает этот мод То есть 4х4 с этим модом Задний привод отключен И работает только передний Но это 4х4, так что давайте перейдем к дрифт моду Отключаем этот мод опять-таки клавишей F5 Переключаемся на наш мод Ну здесь как бы, если вы потом включите дрифт мод После 4х4 4х4 работать не будет То есть вам нужно выбрать одну из этих возможностей Или дрифт, или вилли, или 4х4 Вилли как бы, смысл с него так себе То есть он его там поднимает, амортизаторы Я включаю дрифт мод и добавляю здесь немножко градусов Давайте добавим себе 70 градусов Остальное вы можете здесь себе поднастроить То есть у нас в дрифт моде автоматически ставится привод на задний Вы можете ставить себе полный, как хотите Здесь тоже так же само То есть передний или задний привод Можно регулировать Суспенджен, трансмиссия, форс Это ускорение, разгон, так сказать Вашего автомобиля Как он будет буксовать на месте Брейк форс, это тормоза Остальное в принципе смысла нету трогать То есть я трогаю только Max Terror Angel После чего нажимаю на игру И F5 нажимаю Наш мод активируется через несколько секунд То есть он уже наверное активировался Сейчас подождем Ждем пока поменяется этот привод Там пару секунд пройдет Пока он поменяет этот хандлинг И все, мода активировался Видите, вот уже на месте она газует Ну и давайте подрифтим немного Вот так вот это можно дрифтить себе и на гелике Вы можете его также использовать как в сюжетке Так и в GTA 5RP, так же и в GTA Online Но в GTA 5RP и в GTA Online Используйте только на свой страх и риск Я не несу ответственности за это Если вас там забанят На данный момент с ним банов нету То есть видите, у меня никто там не банит На сервере В чате такого ничего не происходит И наш автомобиль нормально дрифтит Насчет самого аккаунта, бана там и так дальше Если администрация вручную только заметит Что вы что-то там отличаетесь от обычного автомобиля Характеристики какие-то То они могут вас вручную забанить Но так как бы очень редко Потому что тысяча игроков на сервере И вряд ли там несколько админов смогут за всеми уследить Вы можете его выключить нажав на клавишу F5 Или же просто нажать клавишу F То есть выйти с автомобиля И потом его выключить на F5 Если я сейчас возьму в аренду Допустим этот Мерседес второй На нем это не будет работать То есть меняются характеристики только Тех машин, в которые вы нажимаете F5 И тогда активируется дрифт мод Если возникнет какая-то проверка Вы просто взяли, переключились на этот мод Взяли, закрыли его, отключили Там удалили этот экзешник И все, и ваша проверка прошла То есть админы ничего у вас не смогут найти Ну и на поседок давайте я вам покажу Что он работает и в сессии Не только в салоне Но и работает с автомобилями Сейчас я отправлюсь на работу такси Ну и приехав на работу таксистом Я убедился в том, что не зря я ушел год назад с этого сервера Потому что как тогда год назад таксистов не было Здесь машин не хватало постоянно Так это происходит и прямо сейчас Машин такси нету Поэтому давайте протестируем этот дрифт мод на мопеде Проблема с нехваткой машин на работах Как была год назад, так она и осталась Поэтому давайте включим наш мод Дрифт и попробуем его протестировать на мопеде Включаем F5 клавишу Ну и давайте подождем пока он у нас активируется Так, пока что наш мопед едет более-менее нормально Сейчас подождем Нужно пару секунд, чтобы активироваться этот мод И ребята, видите, уже характеристики у нас поменялись Ну на мопеде дрифтить так себе Но все-таки что-то происходит Видите, вот можно себе подрифтить немного на мопеде Если бы это был автомобиль, то конечно же Было бы все намного по-другому Если бы здесь не стоял этот знак Да Автомобиль мы, к сожалению, с вами взять не сможем Потому что нет свободных машин такси Ну и вот так вот можно себе дрифтить На этом сервере Но если у вас есть, конечно же, какая-нибудь машина По поводу работоспособности этого мода С другим модом С тем хандлинг контроллером В принципе, вы можете их использовать вместе Но вряд ли они у вас будут работать То есть один из них точно будет у вас работать Но не все Может заработать дрифт мод Может заработать неуязвимость Поэтому я как бы советую использовать хандлинг контроллер отдельно И этот мод тоже отдельно Чтобы они между собой не конфликтовали Потому что, ну они здесь запускаются на F5 Если вы хотите поменять клавишу То в принципе можно сделать так Чтобы поменять здесь клавишу на F6 И в этом же хандлинг контроллере Здесь активировать его на F5 И тогда вы сможете использовать эти оба мода вместе Только поменяйте назначение клавиш в этом моде Мы играли с этим модом примерно полчаса Так что можете пользоваться с этим модом играть Ну и в сюжетке он у нас будет работать А также будет работать у вас и в GTAP TRP Как видите, все у нас нормально работает Мопед у нас валит по 200 И дрифтит даже А на этом у меня все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки и подписывайтесь на канал До свидания, всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok